Добрый день, в этом видео я расскажу про самодельные стикер моды кубика рубика 3х3. У меня их три штуки, это календарь, глобус и судоку куб. Подробно разберем первые два, а судоку чуть позже. Что такое стикер мод? Это обычный кубик рубика 3х3, у которого наклейки заменены на какие-то другие. Это когда-то был кубик от компании Шинк Шоу, обычные стикеры с него были сняты и наклеены вот такие с буковками и циферками. Также точно такой же кубик поменял свою расцветку на карту мира. Ну и судок куб на основе того же кубика сделан. Эпоха кубиков с наклейками уходит в прошлое, сейчас уже актуальный цветной пластик. Поэтому стикер моды сейчас встретишь не часто. Но при желании можно найти комплекты стикеров, найти кубик с наклейками и переделать его во что-то другое. Я не очень люблю стикер моды, так как среди них есть мало интересных. Вот к примеру глобус, красивый кубик. Он конечно уже выцвел от времени, ему несколько лет. Но собирать его не очень интересно, так как элементы все похожие и дольше присматриваешься, где что, куда поставить. Есть вот элементы полностью такие голубые. И надо приглядываться по каким-то мелким штрихам, какой стороной это ребро стоять должно на месте. То есть если его поставить в другой ориентации, появятся какие-нибудь псевдопаритеты. Есть вот стикер моды, где каждая грань в одном тоне. Здесь вот она фиолетовая, желтенькая, зелененькая, светлая какая-то. Но здесь пытались возможно в цветах что-то выдержать, но не очень-то и получилось. Есть более удачные решения, кубики различные с картинками городов, актеров, героев каких-то фильмов и мультфильмов. Такие бывают. Но вот мне достаточно вот этого. Я его собрал несколько раз и он уже много лет стоит на полке, собирать его не хочется. С другой стороны есть более функциональный кубик-календарь. Есть английские версии, есть русские. Вот у меня английская. И можно собрать дату. Понедельник по-английски 24 число июль. Можно собрать любую другую. Но день публикации такой. Давайте покажу как это делается. Чтобы собрать сторону на календаре, достаточно уметь собирать одну сторону из кубика 3х3. То есть нужно собрать крест и уголки. Что должно быть по центру? Поскольку здесь, видимо, месяц написан, значит буква Ю, так как июль. Ищем букву Ю и около нее будем собирать остальное. Сверху писался день недели. Да, и сюда нужно слово Day поставить. Вот Day, но пока не тот. Нужен понедельник. Ну, собираем крест. Один уз креста есть. Дальше. Ну, раз июль, здесь J, здесь L должны быть. J. Вижу здесь. И еще L. L, L здесь. Ну, развернем. Day сохраняется. Уже есть J, что значит июль. Ниже, вот этот квадратик должен быть белым. Он в процессе сборки может меняться. Здесь же должна быть двойка, так как дата 24. Здесь может стоять двойка, тройка, либо единица. И, наверное, должен быть еще пустой квадратик, да? Если дата однозначная. Такое можно поставить. Значит, сюда найдем двойку. Двойку на ребре. Вот такая двойка. У нас уголки меняются, это не страшно пока. Двойка. Day, J, то есть крест готов. Теперь сюда нужно Mon, чтобы Mon дай было. И это заменить на пустую клетку. Это несложно. Пиф-пафом делаем. Тут заменить на четверку. Вот четверка. Здесь должна стоять. Можно делать либо три пиф-пафа, либо более короткий алгоритм. 24. Пустая клетка. Клетка пустая. Ну и три буквы Mon надо поставить вот сюда. Они любым способом интуитивны. И вот получилась дата. Понедельник, 24 июля. Так работает кубик календарь. Ну, а любой другой стикер-мод собирается примерно так же, как кубик Рубика 3х3. Но часто требуется здесь ориентировать центры. Поэтому появляется дополнительный этап сборки, как на шейп-модах. Того же кубика Рубика 3х3. Глобус перемешивать не буду. Думаю, вы мне поверите. И календарик. Какое-то время я каждый день дату менял. Ну, гораздо большее время он стоял на полке и собирал пыль, потому что я про него забывал. Ну вот, июль, 24 число, понедельник. На этом все. Судоку-куб в следующий раз. Всем спасибо. Всем пока.